Украинская армия несет потери в боях с ополченцами в Донецкой области. Наступательная тактика приносит свои плоды. Отбиты стратегические высоты, по сообщениям ополченцев, украинские солдаты сдаются в плен сотнями. Уничтожено много оружия, а также установки град и танки. Тем временем, украинская армия продолжает обстрел домов мирных жителей в самом центре Донецка и в его окрестностях. Жалко, что современные киевские политики не слышат, что о них говорят старики, пережившие Великую Отечественную войну, для которых теперь каждый день может стать последним. Столб дыма над жилыми кварталами Горловки. Для местных уже привычный вид из окна, если к этому вообще можно привыкнуть. Бои на Юго-Востоке не останавливаются ни на минуту. Накануне три самолета Су-25 украинских ВВС ударили по окраине Луганска. Разрушены школы и несколько жилых домов. О жертвах пока ничего не известно. А штаб ополчения сообщает о нескольких успешных операциях под Донецком. Крупная огневая точка в районе Красногоровки уничтожена. Оттуда украинские подразделения обстреливали западные кварталы города. Серьезные потери в регулярных частях украинской армии у Авдеевки и Ясиноватой. Кроме того, как сообщили в штабе армии Новороссии, освобожден населенный пункт Старобешево, где сдались в плен 129 украинских военнослужащих и боевиков так называемой Нацгвардии. Всего в ночь на среду бойцы самообороны уничтожили 4 реактивные системы залпового огня «Град», 2 склада с боеприпасами, 5 танков, 7 единиц бронетехники. Но для жителей охваченных войной городов и поселков, за этими скупыми данными фронтовых сводок, каждый день борьба за жизнь. Скорая едва успевает забирать раненых после обстрела. Осколки снаряда, разорвавшегося почти в центре Донецка, буквально разворотили сразу несколько машин. Трое погибших и как минимум двое ранены. Господи, проклинаю тех всех, кто это затеял. Пожарная машина тушит то, что осталось от частного сектора после обстрела Новоазовска. Это на окраине, а в центре прячутся в подвале больницы уже не первый день. Но здесь каждый, как последний. Я уже сказала, вот мальчикам говорю, если вы живете, то это для всех будет один день рождения. Очередь за хлебом в Луганске не на один час. Это и для молодых тяжкое испытание, а для стариков каждый такой поход на грани. Луночку, давайте, луночку, левушек, ловите, ловите хлебушек. На ступеньке, на ступеньке, одна огня. Каково это, когда спрятаться от очередного обстрела просто негде. Уже знают тысячи людей на Юго-Востоке. Но кто бы мог подумать, что уже пережившим войну придется вспоминать то, о чем они всю жизнь старались забыть. Я прожила войну. Немцы напали на нас. Тоже стреляли. Тоже это убийство сильнейшее было. Но это был немец. Он хотел нас захватить. Всю землю. Это немец. А это свои. Люди свои. Это те самые свои, спрятавшись в здании школы Головайски, отстреливаются от ополченцев. Уже через час придется уйти и отсюда, чтобы не попасть в окружение. А таких частей украинской армии, по словам бойцов самообороны, все больше. Кирилл Брайнин, Лариса Никитина и Сергей Шатила. Первый канал. Кирилл Брайнин